Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в нашем чате, слышно ли, видно меня хорошо или нет. Я вижу, что у нас есть люди даже из Берлина, да? Берлин, Челябинск, Антамансийский автономный округ, я видел, здесь писали. Питер, Братск, Нефтьюганск, Москва. У нас есть сегодня Тамара Эдуардовна Веницкая, которого давно не было на наших мероприятиях, если не ошибаюсь. Рад вас приветствовать. Судя по вашим плюсикам, десяткам, я понимаю, что слышно меня хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о компании Skyway Capital. Сразу хочу сказать, что эта информация достаточно краткая, дает первое впечатление, что из себя представляет технологию Юницкого. И какое предложение на сегодняшний день на рынке инвестиций делает компания Skyway Capital. Понимаете, рынок инвестиций, он в первую очередь ориентирован на что? На получение дохода. Поэтому наша презентация и о технологии, разработанном Анатолею Даровичем Юницким, и о той возможности, которая есть сегодня для каждого инвестора, проживающего в разных странах мира, это возможность получения нового источника дохода. Если таковых у вас несколько, либо если таковой у вас один, возможно, это пенсия, возможно, это, скажем так, стипендия, если вы где-то учитесь. Может быть, это работа и не одна. Неважно, есть у вас работа на сегодняшний день или нет, вы можете принять участие в нашем проекте и стать успешным через короткий промежуток времени. Для активных людей, которые, скажем, слово финансовая независимость, что туда означает, это прекрасная возможность увеличить свой доход уже в ближайший год, добиться очень серьезного уровня дохода. Сам вебинар будет состоять из двух частей. Первая часть посвящена технологии, разработанной Анатолием Даровичем Юницким. Речь пойдет об инновационной, прорывной, в первую очередь транспортной технологии, которая называется Skyway, небесные дороги. Краткая история, что из себя представляет технология, ее преимущества по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день, используем в повседневной жизни. А вторая часть, уже как я говорил, будет непосредственно связана с предложением компании Skyway Capital. Что это за компания, какие инструменты сегодня она вкладывает в руки абсолютно любого человека для того, чтобы двигаться вперед. Ну и очень важный момент, что компания Skyway Capital еще и нет и года до, создана для того, чтобы привлекать инвестиции с целью финансирования как раз-таки той самой инновационной транспортной технологии, которую разработал Анатолий Дарович Юницкий. Первая часть пойдет непосредственно об этом, но в самом начале нашего вебинара, нашей презентации, так как предполагается, что вообще данный материал дается в первую очередь тем людям, которые впервые получают информацию, либо возможно слышали что-то понаслышке, в чем-то не разобрались. То есть речь идет о чем? Компания Skyway Capital зарегистрирована в Великобритании. Ее регистрационный номер вы видите на данном слайде внизу. Зарегистрирована она под названием First Skyway Invest Group. Skyway Capital это торговая марка компании. Компания является официальным партнером группы компаний Skyway, холдинга ERSS Holding для привлечения денег, для привлечения инвестиций в реализацию прорывной инновационной транспортной технологии, чем самым способствует выводу этого нового вида транспорта на мировой рынок и в планах компании, группы компаний Skyway уже в целом, всего проекта, выйти с этой технологии в свет в 2017 году. Очень важно, на что хотелось бы обратить внимание в самом начале, то что компания Skyway Capital переняла опыт у группы компаний Skyway и привлекает инвестиции сегодня посредством краудинвестинга, либо народного финансирования, народного инвестирования, так это называется. То есть фактически мы привлекаем инвестиции просто от физических лиц и люди могут стать совладельцами технологии, разработанной Юницким, потому что сегодня Анатолий Дуазович делится долями компании с любым инвестором. Вы можете вложить ту сумму денежных средств, которые вам комфортно вложить, то есть это может быть 15 долларов и больше, по вашим возможностям на сегодняшний день. И в дальнейшем любой человек, который приобретает какой-либо из пакетов акций, либо долей компании, то есть инвестирует, финансирует эту технологию, становится владельцем какого-то количества долей. Об этом мы с вами поговорим во второй части нашего вебинара. Итак, опыт был перенят, как я сказал, у компании Resway System и сама платформа CrowdInvesting показала свою живучесть, показала, что она эффективная и практически все, что на сегодняшний день у нас проделано в группе компании Skyway, это на деньги частных инвесторов, физических лиц, то есть таких людей, как мы с вами. Человек, который является виновником в положительном смысле этого слова, то есть создателем струнных технологий, генеральным конструктором струнных технологий, вы видите сейчас его на слайде нашего вебинара, это Анатолий Дарвич Юницкий, советский, белорусский, российский ученый, предприниматель, изобретатель, то есть разрабатывает он данную технологию с 1977 года, то есть фактически на сегодняшний день это 38 лет с хвостиком, потому что первая заявка на изобретение появилась в конце 70-х годов. Для транспортной технологии это не такой большой срок, потому что в мире транспорта сегодня используется целый ряд технологий, которые внедрялись гораздо большее количество лет, там и шесть десятков, и семьи, и сто лет, и так далее, и так далее. То есть, как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, транспортная отрасль, она достаточно консервативна, хотя мы знаем еще несколько, скажем так, отраслей нашей жизнедеятельности, которые консервативны, например, медицина, там еще что-то, система образования и так далее. Так вот, транспортная отрасль, она не является исключением. За время развития технологии Анатолий Дарвич Юницкий дважды руководил проектами организации обмененных наций, то есть специалисты, эксперты данной структуры делали свои оценки, давали свои заключения, давали свои экспертные оценки данной технологии, и он выделял дважды денежные средства на развитие технологий, разработанной Юницким, на технологии сегодня называемой «небесной дороги». Когда-то это называлось струнный транспорт Юницкого, то есть струнный технологий, и Анатолий Дарвич Юницкий сегодня является как раз генеральным конструктором струнного транспорта. В далеких 80-х годах прошлого тысячелетия, столетия, последнего столетия прошлого тысячелетия, Анатолий Дарвич Юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР. Она одна из первых признала всю перспективу создания и использования данной технологии, но в первую очередь на территории бывшего Советского Союза, а соответственно потом и по всему миру. У него более 140 изобретений, и несколько десятков из них сегодня реализованы в целом ряде отраслей промышленности в сельском хозяйстве. Он автор 18 монографий и более 200 научных работ. Кстати, большинство этих монографий вы можете прочитать на сайте www.unitsky.com. Там большой объем информации, касаемый технических вопросов, связанных с технологией, экономических аспектов. Там большое количество видеоматериала, потому что технологии, которые разрабатывал Анатолий Дарвич Юницкий, о них по телевидению говорилось не раз, особенно в то время, когда был первый тестовый участок, либо демонстрационно-сертификационный участок в Подмосковье. Об этом мы с вами тоже немножко позже скажем. Так вот, на данном сайте вы можете подчеркнуть большой объем информации, если вы обладаете пытливым умом, если вам действительно интересно разобраться в аспектах, связанных с развитием струнных технологий. Каковы были технологии, скажем так, в далеких 70-х годах, о чем мы говорим сейчас, я вам рекомендую посетить сайт инженера Юницкого, www.unitsky.com. Также огромный объем информации есть и на сайте компании Skyway Capital, где рассказывается о струнных технологиях, что из себя они представляют. Прежде чем кратко рассказать, пробежаться по четырем этапам развития технологии с конца 70-х годов по сегодняшний день, я бы, наверное, хотел вам включить видеоролик, который расскажет о технологии Transnet. То есть Transnet, скажем так, это более широкое понятие. Да, то есть Transnet это технология, которая ведет нас к шестому технологическому укладу. Transnet это новый вид мировой паутины. Мировая паутина под названием интернет нам с вами уже, скажем так, достаточно близка. Кому-то, может быть, знакомы не очень, кто-то начинает в нее вникать. Но буквально лет 15 назад о ней мало кто знал. Да, и благодаря интернету мы можем посмотреть, очень сильно изменилось жить людей. То есть можно обучаться, не выходя из дома, можно общаться, скажем так, с людьми, проживающими в разных уголках земного шара, важным условием для этого только есть то, чтобы подсоединиться можно было к интернету. Благодаря этой технологии появилось огромное количество устройств, огромное количество высоко квалифицированных рабочих мест. То есть, казалось бы, одна технология круто изменила жизнь всего человечества. Так вот, технология Transnet это следующий шаг. Да, Transnet впитает в себя все преимущества информационных технологий, то есть той эры, в которой мы сегодня живем. И Transnet это мировая паутина перемещения грузов и людей. То есть это транспорт на более высоком уровне, высоко технологичный, экологически чистый, безопасный, что очень важно. Все виды транспорта, которые есть у нас с вами в повседневной жизни, их назвать абсолютно безопасными невозможно. Да даже безопасными трудно назвать какой-либо из них. Мы знаем, что у нас существует четыре транспортные системы. Автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, это авиационный транспорт и водный, речной, морской. Соответственно, у каждого из этих видов транспорта есть какие-то преимущества, но есть большое количество недостатков. Так вот, большинство этих недостатков технологии, разработанные в Ницке, просто-напросто устраняются. Если говорить о трудных технологиях в целом, то, конечно же, это не только транспортная отрасль, это строительство высотных зданий, строительство обычных зданий по трудным технологиям. Это строительство морских портов, это взлетно-посадочные полосы аэропортов, аэродромов. Это строительство мостов. Но большая часть нашей презентации, скажем так, и, наверное, наиболее близкое направление, которое мы сегодня будем развивать, в первую очередь, это, конечно, транспортное направление. Итак, коллеги, прежде чем кратко рассказать историю развития технологии с 70-х годов, я вам предлагаю посмотреть ролик, который продемонстрирует, что из себя представляет данная технология. Он короткий, но достаточно наглядный. И практически в этом ролике отражены большинство преимуществ струнного транспорта по сравнению со всем тем, что мы имеем на сегодняшний день. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Так, друзья, вы видели, что из себя представляет технология Транснет, технология небесных дорог. Skyway в переводе с английского языка это обозначает небесные дороги. И что хотелось бы отметить, да, то есть, если коснемся, например, страны, которая называется Российской Федерацией. 65% территории Российской Федерации на сегодняшний день, ну, так получилось, да, находится в зоне вечной мерзлоты. То есть, именно на этих территориях обнаружено огромное количество полезных ископаемых, то есть, минеральных ресурсов планеты, которые можно было бы использовать для того, чтобы, скажем так, улучшать жизнь человечества, да, там, стали и сплавы и прочее. То есть, есть редкоземельные металлы, есть там большие жалюзы, залежи того же там газа и так далее, и так далее. И проблема зачастую связана с тем, что вроде бы обнаружены эти полезные ископаемые, а вот как разрабатывать эти месторождения, никто не знает. Потому что, если использовать авиационный транспорт и вертолеты, то это будет очень дорого, да, то есть, это нерентабельно, это неинтересно, и, в принципе, большое количество оборудования возить самолетами и вертолетами, наверное, было бы нелогично. Потом сырье, которое вырабатывается там из слоев земли, его как-то надо вывозить. То есть, самолетами и вертолетами тоже не натаскаешься, да. Строить туда дороги фактически после схода снега, например, на короткий промежуток времени, потому что лето в тех регионах не так долго длится, по новой нужно строить дороги, потому что, как правило, их разнувает, как правило, скажем так, дороги превращаются ни во что. И даже асфальтированные дороги в целом ряде регионов, да, после схода снега, вот, далеко, скажем так, неудобны в пользу, потому что существует огромное количество проблем. Ну, с дорогами у нас проблемы, в принципе, и в южных регионах везде. Я думаю, большинство из вас наблюдали картину, что у нас где-то с регулярностью раз в год, раз в три года, по крайней мере, в тех регионах, которые являются центральными, которые посещают, может быть, иностранцы, нужно показать лицо, эти дороги перекладываются. Что, скажем так, приходится тратить на это огромное количество денег. Вот со странным транспортом Юнистского все будет немножко по-другому, мы впереди с вами об этом поговорим. Итак, коллеги, краткая история развития технологий, то есть условное можно разбить на четыре этапа. И сегодня, кстати, мы с вами находимся на четвертом этапе развития технологий в целом, да, вот с конца 70-х годов по сегодняшний день. У группы компаний Skyway существует еще четкий бизнес-план, который рассчитан на четыре года, с 2014 по 2018 год. И в этом плане есть 15 этапов, да, то есть 15 этапов, в течение которых нужно выполнять свой определенный перечень работ, и для каждого этапа требуется определенная сумма денег, то есть определенную сумму, профинансировать работу, необходимо сделать что? Построить демонстрационный сертификационный участок, и мы об этом тоже с вами будем говорить. Итак, коллеги, вернемся к слайду. То есть, 77-й год, середина 90-х. Это первый этап развития струнных технологий. Именно в это время появилась первая заявка на изобретение, которую написал Анатолий Городович Юницкий, да, первая публикация в научной прессе. Советский фонд мира, то есть это первая организация, которая выделила денежные средства на реализацию, использование строительства технологий, которые разработал Анатолий Городович Юницкий. Был выделен первый грант. В 80-х годах прошлого столетия прошла первая научно-практическая конференция, на которой говорилось о струнном транспорте в том числе. Это было на территории Республики Беларусь. С 95-го по 2000-й год был второй этап развития технологии струнного транспорта. У Анатолия Городович Юницкого была создана своя научная школа. Было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе с целью придания наиболее обтекаемой форме будущему подвижному составу, который будет передвигаться по струнным рейсам. Были продемонстрированы первые действующие физические модели, которые продемонстрировали то, что данную технологию можно реализовать и полномасштабно, потому что модели были представлены разного масштаба, там 1 к 10, 1 к 5, меньше. Именно в это время был получен первый грант Организации объединенных наций на развитие технологий. И по сути, в промежуток близких к 2000 году была отработана технология первого поколения. Ну, как самолет братьев Райт. Мы иногда приводим пример. С 2001 по 2009 год это был, наверное, один из самых важных периодов развития технологий, разработанных Юницким. Почему? Потому что у Анатолия Городовича Юницкого появился свой, скажем так, испытательный полигон. То есть там, где можно было что-то построить, продемонстрировать, как передвигается транспорт, что из себя представляет небесная дорога, либо струнный транспорт, как это в прошлом звучало. То есть Skyway, это появилась аббревиатура буквально, да и не очень давно, если сравнивать с историей развития технологий в целом. Так вот, на этапе с 2001 по 2009 год, благодаря, ну, в первую очередь, наверное, помощи и поддержке Александра Лебедя, который на тот момент был губернатором Красноярского края, был построен полигон в подмосковном городе Озер. Планировалось построить дорогу от Озер до Москвы, да, чтобы показать преимущество струнного транспорта. То есть, что эти дороги строят гораздо дешевле, что они безопасны, что у них очень высокая скорость. Вот. И в этот же промежуток времени, с 2001 по 2009 год, Организация Объединенных Наций выделила второй грант, да. Дальше была создана компания «Струнный транспорт Юницкого», которая заключила целый ряд договоров о строительстве дорог в нескольких регионах Российской Федерации. Ну, для примера, это Хабаровский фрай, Хантамансийский автономный округ. И важный, наверное, момент состоялся в том, что данная технология именно на третьем этапе была продемонстрирована на тот момент президенту Российской Федерации, им был Дмитрий Анатольевич Медведев. Это было в Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил данную технологию внести в список тех, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации, так он сказал, чтобы обогнать весь мир транспортной отрасли, да. И, в принципе, по окончанию данного мероприятия было принято решение выделить сумму порядка миллиарда рублей на развитие внедрения струнного транспорта, и в первую очередь подразумевалась как раз-таки Ульяновская область. К сожалению, через короткий промежуток времени в подмосковном городе Озеры полигона не стало. По всей видимости, это была добросовестная конкуренция от тех структур, которые существуют в государстве. Вы знаете, может, их не очень много, да, есть государственные монополии, связанные с транспортной отраслью, и ежегодно туда уходят миллиарды долларов, да, на то, чтобы эти структуры поддержать в работоспособном состоянии. На дороге чуть меньше остается, потому что структуры же должны в первую очередь поддерживаться, вы понимаете, да. Так вот, полигона не стало, но важно понять следующее. То, что Анатолий Дарвич не опустил руки, то, что у него на тот момент уже сколотилась команда, вместе с которой он стал развивать струнный транспорт дальше. На четвертом этапе 2010 по 2014 год, то есть до момента старта, скажем так, группы компаний Skyway, да, и инвестирования по методике краудинвестинга, было проведено достаточно большое количество переговоров с чиновниками различного уровня, не только Российской Федерации, с людьми мира бизнеса. Но, к сожалению, все эти переговоры заканчивались, ну, ничем, назовем это так, кратко, да, потому что, как правило, люди мира бизнеса пытались оттереть того, кто это придумал, и в итоге завладеть технологией, а чиновники, вы знаете, в большинстве государств сами решения не принимают, а действуют по указке тех, кто спускает эту команду сверху, да. Вот, к сожалению, Медведеву тому же показать, продемонстрировать позже было уже нечего, так как полигона не было, но после того, как целая серия переговоров обернулась неудачей, было принято решение Анатолия Мудардовичем оценить его интеллектуальную собственность, те ноу-хау, которые он за это время разработал, да, и применил свои технологии. И независимые европейские агентства, компании, у которых есть на этой лицензии, оценили технологию, разработанную Ницким, в сумму 400 миллиардов долларов США. На основании данной, скажем так, стоимости интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания на территории Великобритании, и было принято решение посредством краудинвестинга, посредством привлечения денежных средств простых людей от физических лиц, начать финансировать строительство второго, да, получается, по счету демонстрационно-сертификационного участка, сегодня это называется Экотехнопарком. Инвестиции начались в 2014 году, в конце января месяца, то есть появились первые инвесторы, и эти инвесторы достаточно долгое время задавали вопросы, хорошо, ну и какие-то деньги вложили, кто-то больше, кто-то меньше, а что проделано, да, на сегодняшний день, вот я как бы деньги положил в январе 2014 года, хочу видеть результаты. О результатах мы с вами тоже поговорим. Но прежде чем перейти уже к результатам по итогам 2015 года, да, что делается в Экотехнопарке сегодня, что происходит с технологией, я хотел бы вам включить короткий ролик, который тоже займет всего 2 минуты. Этот ролик продемонстрирует, что то, что происходило на территории первого сертификационного участка, и продемонстрирует то, что данная технология известна миру, потому что в период, когда Анатолий Дарович Юницкого на третьем этапе развития технологии был свой собственный полигон, об этой технологии узнал весь мир. Потому что полигон подмосковной городе Озера посещали международные делегации. Было большое количество экспертных комиссий, целого ряда и министерств, да, и, скажем так, учреждений Российской Федерации, не только. Вот. На целом ряде центральных каналов телевидения говорилось о технологии, разработанной в Миске. Были даже тематические передачи на региональных телевизионных каналах и на центральных. То есть технология не является чем-то таким, знаете, сверхсекретным, то есть о ней многие чиновники даже помнят. Потому что, как правило, к чиновникам целого ряда областей обращались, вели с ними переговоры и показывали, что из себя технология представляет, да. Итак, коллеги, короткий ролик, который расскажет о том, что было сделано на полигоне в подмосковном городе Озера, да. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, я думаю, ролик вам продемонстрировал, да, и вы реально убедились в том, что данная технология была показана миру, то есть она не является чем-то за семью замками, вот, но осталось делать малое. То есть нам необходимо привлечь определенный объем инвестиций, а в среднем было посчитано, что на реализацию, на строительство экотехнопарка, чтобы продемонстрировать возможности струнного транспорта трех сегментов транспортного рынка – это городской транспорт со скоростью от 50 до 150 километров в час, грузовой со скоростью до 120 километров в час и высокоскоростной со скоростью до 500 километров в час. Необходима сумма порядка от 300, скажем так, до 500 миллионов долларов США. То есть 300 – это чистыми деньгами, но вы понимаете, да, еще работает большое количество специалистов, которые, скажем так, получают зарплату, которые разрабатывают технологии и так далее, и все это тоже надо оплачивать. Соответственно, 300 с лишним миллионов долларов – это вот сумма, которая нужна непосредственно на строительство экотехнопарка, демонстрация технологии, плюс еще есть накладные расходы, вы понимаете, налоги и так далее, и так далее. Итак, коллеги, мы находимся на четвертом этапе развития технологии, если говорить об истории струнного транспорта в целом. И как я говорил, что у группы компаний Skyway существует четкий 15-этапный бизнес-план по введению технологий в 2017 году на мировой транспортный рынок и выход на мировой рынок инвестиций с теми долями компаний, которые вы сегодня приобретаете, с выгодным дисконтом, то есть на очень выгодных условиях, с уровнем доходности, свыше 50 раз. Если вы сегодня инвестируете эти деньги, соответственно, минимум 50 с лишним раз вы получите в 2017 году возврат. То есть мы сегодня находимся на шестом этапе развития технологии Skyway в период с 2014 по 2017 год. На данном слайде вы видите те структуры, которые давали свои экспертные оценки, заключения в период, когда в подмосковном городе Озера существовал испытательный участок, полигон, так это называлось, да, это институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Сибирское отделение Российской Академии Транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта, Петербургский госуниверситет путей и сообщения, Российская инженерная академия. Про организацию уменных наций мы с вами уже говорили, да, что она дважды выделяла денежные средства на развитие технологий. То есть целый ряд структур давал свои экспертные оценки, но денег не давал. А ООН, помимо того, что эксперты дали заключение, что надо использовать данные технологии, еще выделяла денежные средства, то есть выделяла гранты. За все это время было получено более 40 патентов различных, и на целом ряде международных выставках, форумах, касаемых, скажем так, и транспорта, и техники, было получено более 30 различных дипломов наград, золотых медалей, вот, и, скажем так, премия, например, золотая колесница, проект года в транспортной отраси, номинация, да, то есть дважды Анатолий Дарвич получал данную награду. На данном слайде вы видите те основные преимущества данной технологии в сравнении с транспортными системами, которые имеются на сегодняшний день. То есть их достаточно много, все, наверное, подробно раскрывать смысла нет, но на что имеет, наверное, смысл обратить внимание, конечно же, это низкая себестоимость строительства и транспортной услуги, минимальный землеотвод, например, да. Для того, чтобы построить дорогу по технологии Анатолия Дарвича Юницкого, землеотвода нужно в 100 раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. Мало того, под путевой структурой Skyway могут располагаться, скажем так, зеленые насаждения, здания, то есть она второго уровня, она поднята над землей, да. Если сравнить по себестоимости строительства, по экономии денежных средств на какие-то материалы, которые расходуются на строительство железных дорог, автомобильных дорог, то вот экономия по железу на одном километре дороги составляет от 500 до 750 тонн, да. Это по стали, при строительстве дорог по технологии Юницкого, либо, например, высокоскоростные железнодорожные магистрали, если вот так вот сравнить. На что хотелось бы еще обратить внимание из основных преимуществ данной технологии, это беспрецедентно высокий уровень безопасности. И основан он на чем? То, что транспортные потоки людские разносятся по уровням, да, то есть дороги на втором этаже, грубо говоря, а люди совершенно спокойно могут передвигаться по земле. В планах построить огромное количество линейных городов, в которых будут проживать люди, скажем так, на лоне природы, у них будет шаговая доступность и транспорт, который может их быстро доставить в любую точку, ну, по крайней мере, там области, либо страны, вот. И при этом люди могут совершенно не опасаться за то, что с ними что-то произойдет неожиданно. К сожалению, сейчас, я думаю, большинство из вас, периодически, если смотрят новости, видят проблемы, да, что где-то транспорт наехал там на остановку, где-то еще что-то, люди гуляли совершенно спокойно где-то в парке, вдруг откуда ни возьмись, вылетела машина и их сбила. К сожалению, это происходит. Более миллиона человек в год погибает во всем мире от автомобильных аварий, катастроф. Как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, благодаря данному транспорту мы сохраним 100 миллионов жизней за 100 лет. Да, и около миллиарда человек не станут инвалидами, не получат тяжелые травмы в различных авариях, катастрофах и так далее. Дальше. Путевая структура, запас ее прочности по отношению к нагрузкам, которые она несет при передвижении транспортных средств, минимум 10-ти кратных. Каждое транспортное средство снабжено специальными противосходными устройствами. То есть, неважно, грузовой это транспорт, высокоскоростной или городской, будет специальное противосходное устройство. И как оно выглядит, вы можете точно так же найти на сайте Анатолия Дарвича Юницкого, либо на сайте компании Skyway Capital. То есть, там тоже эта информация есть по видам транспорта и как это выглядит. Ну, что еще хотелось бы сказать по безопасности, да? То, что данные дороги можно прокладывать в любых климатических условиях, а мы бы с вами говорили, например, что территория Российской Федерации 65% в зоне вечной межзлоты. То есть, перепад температур, который выдерживает дорога, от минус 70 до плюс 70. Как заявляет Анатолий Дарвич Юницкий, если вернуться опять к минимальной стоимости оказания транспортной услуги и обслуживания самих путей, да? То есть, более 100 лет будет служить эстакада, единожды сделанная. Это я уже говорил, да? Что периодически в различных городах, там, раз в год, раз в полтора, раз в три года дороги перекладываются, на что уходят миллиарды рублей. Вот здесь вы один раз построили, и это будет служить больше 100 лет. То есть, огромное количество преимуществ по сравнению со всеми теми, скажем так, видами транспорта, которые есть на сегодняшний день. Силы бокового ветра, да? 250 км в час данная путевая структура выдерживает. То есть, никакие паводки, никакие наводнения, да? Там, особенно весенний разливы рек, там, и чего-то еще не страшны данные дороги. То есть, данные дороги можно строить там, где обычные дороги строить невозможно. И вот те самые труднодоступные, либо недоступные места, которые считаются на сегодняшний день, могут стать доступными. Благодаря той же самой путевой структуре мы можем в удаленные уголки нашей с вами страны или мира довести те приоритеты цивилизации, которыми мы пользуемся в больших городах. Потому что в путевую структуру можно страивать высоковольтные линии электропередач, можно страивать волоконно-оптические линии связи, что позволит нам в эти удаленные уголки довести высокоскоростной интернет. То есть, преимуществ огромное количество. Но, конечно же, одно из них – это быстрый срок окупаемости построенных дорог. От года до пяти в среднем рассчитано. И в итоге это экономия времени как строительства, так и экономия времени доставки товаров и услуг, да? То есть, производители товаров, благодаря использованию данной технологии, смогут в кратчайший срок доставлять товары народного потребления конечному потребителю, что будет экономить огромное количество денежных средств на целом ряде промежуточных складирований. Ну и, скажем так, в более свежем виде эти товары могут поставляться в магазины, а люди смогут покупать эти товары, и они будут стоить дешевле. Ну и, конечно же, те страны мира, те, скажем так, уголки нашего земного шара, в которых будут строиться дороги, разработанные по технологии Анатолия Дородьевича Юницкого, там будет организовано огромное количество высококвалифицированных рабочих мест, потому что это новая технология, благодаря ей появится, я думаю, целый ряд новых специальностей, да? Вот, и плюс ко всему, средний уровень жизни людей в этих странах будет расти. Соответственно, технология, которая в ближайшее время может изменить жизнь человечества в целом. Да, мы сможем с вами быстро передвигаться из одного конца страны в другой, из одной страны в другую. Ну, наверное, самым важным аспектом в этом будет, чтобы политики всех стран договорились между собой, чтобы люди смогли беспрепятственно путешествовать благодаря данным технологиям. Вот в этом, может быть, и будет основная загвоздка. Итак, коллеги, что хотелось бы отметить еще. Мы с вами сегодня находимся в 2016 году, да? То есть скоро заканчивается январь месяц, первый месяц этого года. Технологии, как я говорил, развиваются с 2007 года. Были ключевые моменты в развитии данной технологии в 2014 году. Сразу хочу сказать, в 2014 году новостей было не так много. Может быть, они связаны в первую очередь были с проведением целого ряда конференций по теме технологии «Русский прорыв», да, так называли, технологии, созданным линистским. Единственное, вот еще очень важный момент в 2014 году, это открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. Это было в мае месяце 2014 года. Вот. Потом, без сложности, вы знаете, ничего не рождается, да, в этой жизни. 2015 год. Давайте конкретно, буквально, быстро пробежимся по 2015 году. Январь месяц. Компания определилась конкретно с участком местности, за который она будет бороться, где в дальнейшем планируется строительство экотехнопарка. В феврале специалисты наших конструкторских бюро, скажем так, создали первые эскизные рисунки в привязке к конкретному участку местности, как примерно будет выглядеть, да, экотехнопарк, это так стало называться. В феврале месяце прошлого года, в конце 24-го числа, состоялась первая презентация компании Skyway Capital. В апреле-майе были достаточно, скажем так, конструктивные переговоры на территории Объединенных Арабских Эмиратов и намечено дальнейшее сотрудничество с арабской стороной и в дальнейшем есть возможность строительства, опять же, сертификационно-демонстрационного участка на территории Эмирата Абудаби. Это планируется в 2019 году. То, что мы строим сегодня в Белоруссии, повторить такое для стран Длижнего Востока, да. И, возможно, строительство, скажем так, совместным предприятием, договор, точнее, протокол о намерении создания которого был подписан в апреле-майе месяце в Объединенных Арабских Эмиратах. И есть вероятность того, что совместно это предприятие будет заниматься строительством двух дорог от аэропортов на территории Арабских Эмиратов к выставке, к выставочному комплексу Экспо-2020. Данная выставка пройдет в Эмиратах именно в 2020 году. В июне месяце, ну так было, скажем так, спланировано, да, по закону Белоруссии, по закону Республики Беларусь необходимо провести аукцион, да, то есть на конкретный участок местности, то есть просто так там землю отдать не могут. Соответственно, по результатам данного аукциона был заключен договор номер 1594 на аренду земельного участка между заводом Струнными технологиями и Пуховичским районом Исполковым, это Минская область, Республика Беларусь, недалеко от города Марина Горка. 29 июня, в конце июня, осуществлена регистрация договора в Едином государственном реестре недвижимого имущества. В июле закончилась реструктуризация группы компаний Skyway, то есть компания перерегистрировалась территорией Великобритании на территорию Британских Биржинских островов, мы перешли на долларовые пакеты акций, либо на долларовые пакеты долей компании, да. В сентябре группа компаний Skyway получила международный инвестиционный код так называемый ICIM, это код ценной бумаги, процедура, которую прошли все публичные компании, акции которых сегодня копируются на целом ряде международных бирж. Также в сентябре месяце были очень конструктивные переговоры с австралийской делегацией, то есть в Австралии заинтересовались данной технологией в начале лета 2015 года. В сентябре Ротхук с целым рядом специалистов посетил наше конструкторское бюро. Это человек, который на территории Австралии реализовал целый ряд инфраструктурных проектов крупных на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. То есть человек, уважаемый в своей стране, и они приехали разобраться, что из себя представляет струнную технологию, увидеть это вживую, поговорить с человеком, который является создателем этих технологий. Делегация с Австралии уехала в Австралию с твердым намерением строить дороги по технологии Skyway на территории австралийского континента. И сейчас до нас доходят новости, что там ведется очень плодотворная и бурная деятельность. И все ближе, наверное, к тот момент, когда данные технологии, в итоге, скажем так, будут одобрены на территории Австралии. И недалек, возможно, тот день, когда это все случится и появятся, скажем так, первые реальные адресные проекты, потому что потенциальных там на территории Австралии, как говорит руководство нашей компании, их уже несколько. Далее. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие нулевого километра, то есть это было мероприятие на территории Пуховичского района возле города Марина Горка, после которого состоялась международная конференция. На этом мероприятии присутствовало большое количество наших инвесторов, которые приняли участие в акте «Посади дерева». Также этой осенью вместе с Пуховичским районным исполкомом и исполнительным комитетом группа компаний Skyway участвовала в тендере по тематике «Зеленая экономика Республики Беларусь». И с той суммы, которая там порядка 5 миллионов евро выделялась на целый ряд проектов, то есть часть денежных средств выделены нашей компанией вместе с Пуховичским районным исполкомом. И что еще важное, произошло в 2015 году, в конце ноября месяца, руководство группы компаний Skyway пришло к решению запустить возможность, точнее, запустить покупку пакета фракций группы компаний Skyway в рассрочку. То есть это позволяет нашим инвесторам ежемесячно инвестируя незначительные суммы денег, в итоге получить крупные пакеты акций на выходе, а для группы компаний Skyway это выгодно в первую очередь потому, что мы можем планировать те работы, которые необходимо провести на территории Экотехнопарка и видеть наперед, какое количество денежных средств нам придет в следующем месяце, через месяц и так далее. То есть у нас есть те, кто уже с ноября месяца приобрели пакеты акций в рассрочку, у нас периодически действуют разные пакеты, они действительно с выгодным дисконтом, и количество этих людей, вы понимаете, может увеличиваться, благодаря деятельности наших партнеров, об этом мы с вами поговорим непосредственно, когда будем говорить о предложении компании Skyway Capital, но сам факт, то есть новый инвестиционный продукт запущен, он уже дает свои положительные результаты, эффективность показывает, демонстрирует, поэтому тот продукт, который компания приняла решение использовать теперь всегда. Что планируется сделать в 2016 году? То есть в январе уже планируется начать строительство промежуточной анкерной опоры, и в планах завершить строительство анкерной опоры весной этого года. Весной-летом производство струнных ферм, установка натягивания струн, путевой структуры, также работы по благоустройству эко-технопарка, то есть вот это, то, что я сейчас озвучил, это связано с городским транспортом Skyway. Параллельно будет проводиться изготовление подвижного состава, это городские юнибусы подвесные, навесные, потому что будут демонстрироваться оба вида транспорта. К осени планируется закончить и построить трассу легкой городской системы прогулочного транспорта с юнибайками, да, а также завершить монтаж городской транспортной системы Skyway, то есть та, о которой мы говорили, скорость передвижения транспорта от 50 до 150 км в час. Ну и начать тестовые испытания, ее опытно-промышленная отработка. Параллельно также будет осуществляться строительство грузовой транспортной системы, также установка анкерных промежуточных опор, натягивать струны, путевую структуру, фермы и так далее, и так далее. И в планах, если все сложится так, как мы планируем, если будет достаточное инвестирование, да, то есть возможность, точнее мы профинансируем все эти работы, которые запланированы на сегодняшний день, то есть вероятность, что в 2017 году будет продемонстрирована работающая, в первую очередь, наверное, городская трасса Skyway, и будут приглашены представители правительства, в первую очередь, Республики Беларусь, и заказчики потенциальные, да, которым будут продемонстрированы возможности транспорта Skyway. Это то, что у нас намечено на этот год. И дай бог, что все это будет реализовываться, потому что работы не останавливаются ни на минуту. Даже вот у нас были холода в начале 2016 года, да, и в это время продолжались работы на территории Экотехнопарка. Обычно вот на тех вебинарах, что я проводил, я включал, скажем так, обращение Анатолия Дарвича Ницкого по итогам, например, пятого этапа, да, либо итоги 2015 года. Сейчас я вам просто хочу включить ролик, и, наверное, покажу его не весь, потому что он длительностью 7 минут, в котором демонстрируется, да, что уже проделано на территории Экотехнопарка. Это опять же к той ситуации, когда наши инвесторы задают вопрос. Я проинвестировал данный проект в январе 2014 года, все-таки что же проделано, да, то есть, ну, некоторым людям тот факт, что у нас работает больше ста конструкторов, то, что у нас работает, скажем так, конструкторское бюро, да, то, что мы арендовали землю, то, что мы там это строим, недостаточно. Поэтому вот мы сейчас продемонстрируем, что у нас сделано на территории Экотехнопарка на сегодняшний день, на конец практически января 2016 года. Дальше перейдем с вами к предложению компании Skyway Club. Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Мы сегодня с вами находимся в Экотехнопарке. Наконец-то долгожданный, даже, я бы сказал, вожделенный момент, которого так ждали все наши инвесторы, партнеры, друзья нашего проекта. Итак, вы воочию сегодня сможете убедиться в том, что работа не прекращается, несмотря на небольшой перерыв, который был связан с праздниками. Все возобновилось. Количество опор, которые уже установлены, о чем так долго гадали все наши зрители, сегодня вы сами увидите. Кроме того, сюрприз для вас. Сегодня на стройке. Все происходит под руководством самого генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, для наших зрителей, для похлонников, не боюсь этого слова, вашего тоже, не боюсь этого слова, проекта. Расскажите о том, что сегодня происходит у нас в Экотехнопарке. Ну, мы устанавливаем следующие опоры промежуточные. Вот, уже две установлены. Сейчас третий и четвертый опоры. Это за сегодняшний день имеется в виду? Да. И мы, это начало скоростной трассы. Здесь будет городская трасса. Километр 200 метров. И потом продолжение 15 километров. Высокоскоростная трасса. Это будет одна трасса. Но те 15 километров выйдут за пределы участка. Мы сейчас находимся на территории участка. Здесь будет 19 промежуточных опорств. С пролетом 50 метров. И на стене 8 метров пройдет сама трасса. При этом это будет два в одном. Сверху высокоскоростной транспорт. На весной. На весной. А снизу под весной городской. В будущем мы потом сделаем и высокоскоростной под весной. Прекрасно. А сколько сейчас уже установлено опор? Наши постоянные зрители, которые следят, поклонники проекта, за обновлением новостей. Все гадают. Кто-то там скажет, я был сегодня у Юницкого в конструкторском бюро. Там стоит уже столько. Другой говорит, да нет там. Вот реально, скажите, сколько на сегодняшний день установлено? Пролетит вертолет, сейчас снимет, можно будет посчитать. Небольшая интрига пусть будет. Не легко посчитать. Дело в том, что морозы сейчас, да, видите, сколько снега. Были праздники новогодние. Это, ну, несколько график сбился, да. И сейчас вот бум. Здесь под следующую опору, там яма выкопана, ее не видно. Сейчас придется откапывать от снега. Поэтому из-за вот таких вот обстоятельств, ну, непрогнозируемых, да, несколько мы не отстаем от графика, чуть-чуть. Мы наверстаем, и в январе уже все опоры прям же будут стоять. Прекрасный прогноз. А как вы оцениваете работу смежников, подрядчиков? Ну, все идет по графику. В соответствии с финансированием работы. Может быть, следует попросить наших инвесторов, потенциальных в том числе, интенсифицировать свои усилия по финансированию работы? Конечно, это нужно, да. Чтобы все вовремя успели. Потому что, когда падает скорость строительства, растут накладные расходы. И значительная часть средств уходит вот именно в это. То есть эффективность работ падает, когда недостаточно финансирования. Ну, это общеизвестные факты, да. Поэтому, да, надо интенсифицировать. Видите, уже холодно. Холодно, да. А рабочим приходится весь день работать, да. У меня уже зубы сводят. Необходимо интенсифицировать работу. Это привлечение инвестиций, безусловно. Это очень важно и значимо для нас, конечно. Уважаемые партнеры, защищайте свои инвестиции. Не прекращайте поддерживать наш проект. И тогда мы скоро достигнем желаемого результата. Безусловно. Строй SkyWay, спасай планету. Строй SkyWay, спасай планету. Итак, друзья. Ролик продемонстрировал то, что ежедневно ведутся работы по строительству экотехнопарка. Осуществляется авторский надзор за всем, что происходит. Не только на территории этой технопарка, а также на предприятиях, которые выпускают необходимые материалы, оборудование, нужные нам для того, чтобы закончить стройку в 2017 году, продемонстрировать уже готовую систему. И это делается ежедневно. То есть работа не останавливается ни на день. Анатолий Эдуардович точно так же трудится ежедневно с целью реализации своей технологии. То есть это его детище. Я думаю, у него уже есть не просто желание заработать какие-то деньги, а у него чисто спортивный интерес все-таки реализовать то, что он уже фактически скоро будет четыре десятка лет, как разрабатывает и внедряет нашу с вами жизнь. Итак, друзья. Мы говорили с вами о технологии. Потому что, наверное, невозможно рассказать об инвестициях и о тех преимуществах, которые сегодня делает своим партнером и инвестором компания SkyWay Capital, не познакомив с тем, с чем же она работает. То есть просто сказать, что у нас есть пакет акций давать деньги, ну, было бы, наверное, не совсем корректно. Поэтому в первой части вебинара мы говорили о технологии, разработанной Юницким. А вторая часть непосредственно посвящена деятельности компании SkyWay Capital. То есть компания на рынке, как я говорил, с 24 февраля 2015 года. В феврале месяце, через месяц мы будем отмечать год деятельности этой компании активной. И у компании есть своя миссия. Это обеспечение финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединения ожиданий людей в доступном, высокоскоростном, комфортном, экологически чистом виде транспорта. И создание при этом еще благоприятных условий для реализации потенциала каждого отдельно взятого инвестора, в особенности тех людей, которые стремятся к такому состоянию, как финансовая независимость. То есть через какое-то время не задавать себе вопросов, а можно ли что-то приобрести, чего бы хотелось еще в этой жизни видеть, иметь, и так далее, абсолютно не задумываясь над тем, сколько денег у вас в кошельке, либо на вашем счете. То есть это реально будет реализовано. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации технологии, о которой мы с вами говорили в первой части нашего сегодняшнего вебинара. Мы, как я уже говорил, работаем по системе краудинвестинга, то есть привлечение денежных средств от тех людей, от физических лиц, которые могут быть людьми абсолютно разных профессий. Но, тем не менее, никто им не закрыл дорогу к миру, скажем так, успеха, к миру финансового успеха, к миру богатства и так далее. И конечная цель – это выведение на мировой рынок прорывной транспортной технологии, которую разработал Анатолий Дарович-Юницкий. Задачи, которые ставит перед собой проект компании Skyway Capital, они, в принципе, достаточно просты. Цель какая? Привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. То есть я в течение сегодняшнего вебинара уже говорю, что сегодня инвестором может в нашем проекте быть и студент, и пенсионер. Причем я никого не хочу обидеть, ни студентов, ни пенсионеров. Почему я на этом делаю акцент? Потому что, наверное, сегодня это наименее социально защищенные категории наших граждан. Пенсия, как говорилось в одной из передач руководимых Шендеровичем, это наказание за долгие годы жизни. А стипендия – это, в принципе, наказание за то, что ты решил какую-то профессию освоить. К сожалению, у нас это выглядит так. Так вот, микрофинансирование – это говорит о том, что сегодня, если у вас есть возможность, например, проинвестировать ежемесячную сумму порядка 15 долларов США и не более, у вас остальной доход распределен между членами вашей семьи, между едой, между какими-то мероприятиями и так далее, то уже эта сумма позволит вам начинать формировать портфель в инвестирование нашего проекта, стать совладельцами корневой технологии. Потому что сегодня, пока еще есть время, стать совладельцами этой технологии, то есть проинвестировать корневую технологию, как мы говорим, и в дальнейшем получать прибыль от каждого отдельно реализованного адресного проекта. Когда денежные средства, необходимые для строительства, демонстрации, сертификации транспорта, будут собраны, соответственно, данной возможности уже не будет. Соответственно, люди смогут получать доход только отдельно от отдельно взятого адресного проекта, в который они смогут вложить свои денежные средства. Задача, которую ставит перед собой проект компании Skyway Capital, это также благоприятные условия создать для того, чтобы любому человеку было комфортно стать инвестором в нашем проекте. То есть не выходя из дома, может быть даже не умывшись, да, не почистив зубы, вы можете выйти в интернет, если у вас есть устройство, позволяющее это сделать, да, зайти на сайт нашей компании, зарегистрироваться и приобрести какой-либо из пакетов акций. И, конечно же, в дальнейшем это полное информационное сопровождение всех наших партнеров и инвесторов, прозрачность всех действий, которые делаем мы, рассказ о тех действиях, которые можете предпринимать вы сами, да, и информирование обо всем, что происходит в нашем проекте, как в технологии, те новости, которые у нас в основном на территории Республики Беларусь происходят, так и новости проекта компании Skyway Capital. Опять же, условно, реализацию всего проекта группы компании Skyway можно разбить на четыре части, да. Первое – это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа в период с 2014 по 2017 год. Как я говорил, мы сегодня находимся на шестом этапе, который предусматривает целый перечень работ, которые необходимо реализовать и сделать, да. Дальше – это строительство эко-технопарка на сегодняшний день, в дальнейшем – реализация адресных проектов и получение прибыли уже от тех дорог, которые будут строиться по технологии, разработанной низким. Опять же, основные положения по компании Skyway Capital следующие. Мы зарегистрированы в Великобритании. Возможность инвестирования есть практически у людей, проживающих на территории всего земного шара. Ну, редким исключением там являются четыре самые наиболее развитые страны, да. Вы становитесь непосредственно акционером группы компании Skyway, то есть через короткий промежуток времени ваши данные заносятся в реестр нашей независимой реестры держателя. То есть вы становитесь совладельцами технологий, приобретаете долю непосредственно компании Skyway. Возможность у нас есть стать инвестором и физическим, и юридическим лицем. Уже сегодня реализована служба круглосуточной информационной поддержки. Капитализация ваших денежных средств на сегодняшний день составляет более 4 тысяч раз. Более 4 тысяч процентов, извините, заговорился. И за ближайший, короткий промежуток времени, за ближайшие 3-5 лет. То есть это очень высокий уровень капитализации. В дальнейшем каждый из вас может получать пожизненные дивиденды, как мы говорили, да, прибыль от каждого построенного километра дорог по технологии Юницкого. А благодаря той партнерской программе, которая существует в компании Skyway Capital, на сегодняшний день вы можете зарабатывать деньги уже сейчас, не дожидаясь выхода технологий на мировой транспортный рынок, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway со своими ценными бумагами на рынок инвестиций. Партнерская программа – это создание своей партнерской структуры, работа с информацией. То есть вам не нужно будет получать специальности, скажем так, конструктора, транспортника, я не знаю, там, инвестиционного консультанта, да, банковского деятеля какого-то. То есть вам не нужно поступать в какие-то институты, связанные с экономическими вопросами и так далее. То есть вы остаетесь тем, кто вы есть, но сотрудничая с нами по нашей партнерской программе, вы имеете возможность получения дохода и создания этого источника дохода за короткий промежуток времени. То есть ваша задача – научиться делать простые шаги благодаря целому ряду обучающих мероприятий, которые проходят в нашей компании, и помочь какому-то количеству людей, которым вы донесли информацию, сделать тоже целый ряд простых шагов. На сегодняшний день, я думаю, многие из вас знают, да, в группе компании Skyway, компания Skyway Capital в частности, руководство приняло решение зафиксировать соотношение доллара и рубля на уровне 75. То есть за 1 доллар США у нас считается 75 рублей. На прошлой неделе, буквально в конце, здесь был, извините за выражение, большой шухер, да, экономический, то есть доллар выпрыгивал за 85 по стоимости в рублях, потом потихоньку отыграл назад, и сегодня, я вот не смотрел, к сожалению, первый день на рынке, когда я не заглянул на РБК, ну, где-то в районе 77-78 рублей стоит 1 доллар США. Нефть снова стала расти, неожиданно, да, все ждали, что она упадет там до 12. Никто не знает, может быть и упадет, но сегодня курс доллара немножко, скажем так, стабилизировался. Компания Skyway Capital, он составляет 1,75, то есть вам выгодно приобретать пакет акций сегодня, тем более по тем рассрочкам, которые существуют в компании Skyway Capital. Итак, партнерская программа. Как правило, подробно о партнерской программе мы говорим с нашими партнерами, инвесторами, кому интересно зарабатывать на сегодняшний день, по вторникам в 18 часов по московскому времени и по пятницам в 13. Поэтому, если вы хотите подробно разобраться в партнерской программе, я вас приглашаю на вебинары, которые у нас состоятся завтра и в пятницу. Вы можете пригласить тех людей, которым вам, скажем так, тоже хочется донести информацию о возможности получения дохода в нашей компании. Тем инвесторам, которые когда-то просто проинвестировали денежные средства с целью, скажем так, реализации данной технологии, они видели перспективу внедрения нового вида транспорта, но сегодня тоже не прочь заработать денег. В принципе, получение дохода, я считаю, что это перестало быть чем-то крамольным. И вы помните, были времена, когда людей называли спекулянтами в советские времена и сажали их за то, что они продавали одну штанину от джинсов, либо кроссовки какие-то, либо что-то еще. С 90-го года это стали бизнесмены и предприниматели. Итак, зарабатывать деньги, причем таким способом, как это происходит сегодня в компании Skyway Crypto, вы делитесь с людьми тем положительным, что у вас есть, той возможностью, которую вы можете им дать, и вам за это еще платят деньги. Вы способствует стерилизации транспорта, и компания с вами делится за то, что вы эту информацию даете своему окружению. У партнерской программы целый ряд преимуществ, основные из них выделены на данном слайде. Минимальная сумма инвестиций всего 15 долларов, и благодаря этому вы можете построить очень крупный бизнес, который вам может приносить не одну сотню в месяц. У нас нет необходимости подтверждать уровень квалификации, которого вы достигли, в отличие от большинства компаний, которые работают на рынке партнерских программ. У нас высокий процент выплат с первого поколения, непосредственно от той работы, которую вы проделываете сами. Вы даете кому-то информацию, люди регистрируются по вашим реферальным ссылкам, и 15% от тех денег, которые они тратят на покупку карты, и компания вам выплачивает на бонусный счет. И на акционный счет, кстати. И у нас глубины достаточно высокий процент, от 0,2% до 7%, вплоть до 20 уровня глубины вашей партнерской структуры. У нас нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете проинформировать и зарегистрировать по своей реферальной ссылке, то есть ваше первое поколение зарегистрировать. Как я уже сказал, бонусные вознаграждения одинаково начисляются как на бонусный, так и на акционный счет. Единственное, сразу хочу сказать, те, кто слушает впервые и хотят понять, что такое акционный счет, акционный счет, по сути дела, это подарок компании. Денежные средства, которые поступают на него, вы можете потратить только на приобретение пакетов акций. То есть у вас может потихоньку накопиться та сумма, которая позволит вам реализовать и купить какой-либо из пакетов в разделе «Инвестировать» в нашем личном кабинете. Вы его приобретаете, увеличивая тем самым портфель инвестиций в нашем проекте. Задача, которую ставит перед собой компания Skyway Capcom, партнерская программа, это привлечение в проект той самой суммы, о которой мы говорили, порядка 300 миллионов долларов США за ближайшие два года. Это открытие региональных представительств, либо, если по-другому сказать, организация работы наших региональных партнеров. У нас есть лидеры, которые умеют создавать партнерские сети, либо те, которые хотят научиться. То есть данная программа у нас тоже существует. И сегодня, скажем так, руководя данным направлением, это Ирина Волкова и помогает ей Инета Анжина. В дальнейшем партнерская программа нам позволит также создавать и адресные проекты, а сегодня это, по сути дела, оптимизация всех бизнес-процессов для привлечения максимальных денежных средств на реализацию технологий на строительство технопарка. Инструменты, которые мы предоставляем нашим партнерам в личном кабинете, выглядят следующим образом. Один из первых, наверное, инструментов – это разъяснение маркетинг-плана, о котором я вам говорил, у нас проходит мероприятие. В разделе «Инструменты партнера» первый пункт – план вознаграждения. Вы можете заглянуть на эту страницу и почитать подробно, что из себя представляет каждая квалификация по нашим маркетинг-планам. Здесь есть рисунок, расписаны проценты. К инструментам непосредственно можно отнести что? Вы видите две красные стрелочки. Это возможность скачать прямо из личного кабинета описание маркетинг-плана в текстовом формате, то есть разъяснение, что, как и почему. И скачать слайды презентации маркетинга. То есть это то, что вы можете использовать при личной встрече с людьми, которым хотите донести эту информацию. Ну, это достаточно просто и удобно. То есть эти инструменты вы можете получить в личном кабинете. Второе – это ваши реферальные ссылки, которые ведут на целый ряд, скажем так, страниц в интернете. Благодаря этим реферальным ссылкам люди могут зарегистрироваться под вами как партнеры. Вы можете их давать по электронной почте, разбрасывать, если у вас достаточно большое количество адресов. Вы можете давать эти ссылки людям в скайпе, в других каких-то мессенджерах, то есть позволяющих общаться с людьми. Вы можете их устанавливать в статусах в социальных сетях и отправлять сообщения, опять же, своим друзьям, знакомым в этих социальных сетях. То есть способов, как эти реферальные ссылки распространить, одно хочу сделать, наверное, порекомендовать. То есть давайте все-таки, наверное, эти ссылки тем людям, которые заявили желание в этом разобраться. Может быть я как бы старым способом вам предлагаю развивать этот бизнес, но тем не менее, зачастую вы знаете, да, реакцию людей, которым случайно попадает какая-то ссылка, они могут вас забанить и не могут, скажем так, вас удалить из друзей в социальных сетях и так далее. Все-таки прежде чем сбросить реферальную ссылку, поинтересуйтесь. Хотел бы человек в чем-то разобраться. Следующий инструмент называется баннеры. И баннеры это в первую очередь для тех людей, у которых есть понимание, что такое инфобизнес, и для тех людей, которые считают себя продвинутыми, да, именно в этом инфобизнесе. У вас есть интернет-сайт, у вас есть блог, у вас есть, например, сайт-одностраничник. И на нем вы можете в каком-либо, скажем так, части этого сайта разместить баннер. Благодаря тому, что вставляется HTML-код, и люди, нажимая по этому баннеру, переходят на страницы нашей компании и ознакомляются с информацией. Люди благодаря этим баннеру могут перейти на официальный сайт, либо на лэдинг-партнера. Всего у нас порядка 60 разновидностей этих баннеров. На данном слайде вы видите, да, он выкинутый слева там направо. Они есть вытянутые в обратном направлении, то есть снизу вверх. Они есть квадратные, они там ромбовидные и так далее. То есть вы уже можете сами подобрать тот баннер, который вам наиболее подходит для вашей интернет-страницы. Также к разделу инструментов можно отнести новости. То есть это есть раздел в разделе событий личного кабинета. Напротив каждой новости, которая у нас бывает, а сейчас их достаточно много, да, есть кнопки соцсетей. Вы можете быть зарегистрированы в одной из них, либо там в двух, в трех, во всех, которые вы здесь видите, да. Это самые распространенные в нашей с вами жизни ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мейл.ру, да. Нажав на одну из этих кнопок напротив новости, вы вписываете краткий комментарий, нажимаете «Разместить». Эта новость размещается у вас в личном кабинете. Кто-то из ваших друзей, знакомых, в группах, в которых вы находитесь в социальной сети, могут получить информацию о том, что вы что-то интересное разместили, выйти на эту информацию, прочитать, перейти на страницу нашего сайта, потом зарегистрироваться. Эти люди станут вашими партнерами, потому что к каждой новости из личного кабинета прикреплена ваша реферальная сеть. Используйте данную возможность в том числе. С инструментом у нас также относятся вебинары-презентации. Один из них проходит сейчас, и вы можете приглашать своих новичков на получение данной информации. Дальше, это вебинары по партнерской программе, которая у нас проходит. Это обучающие мероприятия, которые, например, на этой неделе целый ряд обучающих мероприятий. Ближайшие из них будет 19 часов. Это для лидеров, которые создают свои большие партнерские сети или хотят этому научиться. Данный вебинар будет проводить и Нета Анжина, и Ирина Волкова. Завтра у нас для тех, кто является региональным партнером, либо хотел им стать, и они получили уже подтверждение, вот Ирина Волкова, будет вебинар непосредственно по теме развития представительств нашей компании в регионах. Сегодня в 20.00 будет вебинар по технологии, который будет вести Александр Мунко. Завтра в 19.00 вебинар Григория Мирошниченко по созданию бизнеса. В среду будет вебинар Ларисы Артамоновой. В четверг Владимир Масков в 19.00 будет проводить вебинар по адресным проектам, помимо презентации, которая будет проходить. Для тех людей, которые хотят разобраться во всех тонкостях, что и где находится в личном кабинете, будет вебинар в 17.00 в среду. В пятницу будет вебинар, опять же, что это партнерская программа. Вечером вебинар Григория Мирошниченко. И в субботу у нас будет Павел Манылов рассказывать о Skyway, о методах работы, как работать с людьми, как строить данный бизнес. И вебинар Александра Мунко, называемой семейной встречи, которую, я знаю, любит огромное количество наших инвесторов. Это те мероприятия, которые вы можете использовать, которые точно так же являются инструментами в ведении бизнеса вместе с компанией Skyway Capital. На данном слайде отражена возможность обратиться в службу технической поддержки нашей компании как из личного кабинета, так и со стороны сайта, что, кстати, очень удобно. То есть, в принципе, обращение просто со стороны сайта позволяет людям, которые еще не зарегистрированы, разобраться в информации, что из себя представляют технологии. Из личного кабинета, вы понимаете, уже для зарегистрированных партнеров, для решения тех вопросов, которые возникают. У нас есть, как я вам говорил, возможность стать региональным представителем, стать нашим региональным партнером. И вы, по сути дела, получаете еще одну возможность получения дохода вместе с сотрудничеством с компанией Skyway Capital. Это практически франшиза, готовый бизнес под ключ. Данная деятельность вам сулит дополнительное вознаграждение, лидерские бонусы. То есть, получить еще один источник дохода и в итоге сделать ваш доход, скажем так, крупным. Вы можете стать крупным акционером нашей компании, потому что наиболее успешным лидером, развивающим партнерскую программу и представительство, будучи региональным представителем, есть возможность получать дополнительные бонусы не только деньгами, но также акциями, либо оплатой проезда, либо даже, возможно, скажем так, какого-то путешествия от нашей компании. Все это планируется сделать. В целом, если говорить о проекте компании Skyway Capital, можно подвести, скажем так, черту и сказать, что у каждого из вас есть возможность принять участие в крупном инновационном, инвестиционном проекте, приложить свои физические усилия, моральные, духовные, вложить незначительные финансовые денежные средства, а на выходе получить многократно приумноженные. Благодаря тому, что вы, например, в 2017 году сможете продать часть пакетов акций, которые вы можете приобретать по той же рассрочке. И в итоге стать успешным финансово независимым человеком. А для технологий вы можете принести большую пользу, сделать огромную пользу для окружающего мира, реализовать, помочь нашему генеральному конструктору, нашему президенту группы компании Skyway, Анатолий Дородчу и Низкому, реализовать его детище, да, и в итоге дать миру то, что круто изменит жизнь человечества сам. В принципе, это та информация, которую я хотел сегодня донести. Наверное, добавить хочу следующее, то, что у нас сегодня продолжает действовать приобретение пакетов акций в рассрочку. Вы можете оплачивать 25 долларов ежемесячно, да, в течение 10 месяцев и получить на выходе пакет из 32,5 тысячи акций. Вы можете ежемесячно оплачивать по 100 долларов, да, в итоге суммарно по 1000 долларов и на выходе получить 220 тысяч акций компании Skyway Crypto. Вы можете участвовать, приобретать пакет акций в рассрочку на протяжении 6 месяцев, да, у нас есть пакет Сеньер, который разбит на 3 блока, то есть первые 2 месяца, если вы оплачиваете в 50 долларов, суммарно это вам забронировать позволит 10 тысяч акций, вторые 2 месяца в 50 долларов это суммарно еще дополнительно 25 тысяч акций. Если вы еще и третий блок удерживаете, то есть 5-6 месяц оплачиваете 50 долларов, то в итоге за 300 долларов США за 6 месяцев вам компания начислит 65,5 тысяч акций. Если не ошибаюсь, это так. 65 тысяч акций, извините, без половины. И есть пакет, называемый бизнес, который рассчитан на 9 месяцев, если вы ежемесячно оплачиваете по 200 долларов США, то на выходе вы получаете 450 тысяч акций и плюс еще 90 тысяч в подарок компания вам начислит на ваш примерный счет. Это что касаемо приобретения пакетов акций в рассрочку. Продолжает действовать пакет юбилейный. Сегодня за 1000 долларов вы можете купить 300 тысяч акций и вам, помимо всего прочего, будет подарена юбилейная монета с изображением нулевого километра группы компаний Skyway, нулевого километра на дороге Skyway. Это именно та процедура, которая, помните, осуществлялась 17 октября 2015 года. То есть изображение нулевого километра это на ценной монете, на юбилейной монете, так это можно сказать. То есть это первая монета, которая была выпущена в нашем проекте. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов сейчас на них ответить. Я видел, что в течение вебинара люди осуществляли какую-то переписку. Сейчас я поднимусь наверх. Тут кто-то спрашивает. Да, минимальная стоимость пакета 15 долларов. В его состав входит 795 акций. Так, уйдут пассажиры СЖД, быстрее пойдут грузовые. По поводу 51 процента акций, я думаю, что это действительно, скажем так, на сегодняшний день пакет, который передан Евразин и Skyway Holding составляет 15 процентов от общего количества акций, которые были имитированы, скажем так. От суммы 400 миллиардов долларов США 15 процентов идет на ту схему, по которой мы с вами сегодня сотрудничаем. По поводу квантовой физики не буду с вами спорить. Есть достаточно большое количество физиков, которых вы можете почитать. То есть, как там электрон с одной орбиты перепрыгивает на другую, вы можете почитать, ну, наверное, не на моем вебинаре. Или как, например, скажем так, материя превращается в энергию, то есть фотон, электрон и так далее, и так далее. Я вначале не поприветствовал, я вижу, что у нас есть город Киров, да, Литва. Также присутствует на нашем сегодняшнем вебинаре. Меня спрашивали, в процессе вебинара, будет ли у нас запись. Да, запись ведется, сейчас я ее скоро остановлю. Данный вебинар будет выложен на, у нас в компании Skyway Capital есть специальный видеоканал, да, на YouTube, на котором сейчас выкладываются обучающие мероприятия. Электторы, которые, спикеры, которые проводят мероприятия, то есть записывают их, потом отконвертируются, выкладываются на нашем YouTube. Вы знаете, Александр, ну, точно, скажем так, я вам не назову, сколько у нас участников, я знаю, что это несколько десятков тысяч уже участников на сегодняшний день, ну, и с точностью, скажем так, даже до миллиона не могу назвать, потому что информацию мне, если честно, никто не доволен, да, то есть у нас нет ежедневного какого-то мероприятия, где минеральный конструктор берет и докладывает, так, ребята, мы собрали там еще столько-то долларов, столько-то центов. Я думаю, это не столь важно. Важно, как говорит Анатолий Дарович Ницкий, мы из графика не выбиваемся, вот, важно поддерживать темпы финансирования и все-таки их даже ускорять. Вот. Что касаемо дивидендов, ну, любимый вопрос наших инвесторов, то есть не успели вложить 15 долларов, да, и начинают говорить, а когда я получу дивиденды? Вот. Поймите правильно, дивиденды не бывают без прибыли. Вот. Соответственно, дивиденды ни с чего выплачиваться не могут. То есть у нас не проект МММ 2012, да, в котором мы выплачиваем кому-то, там, дивиденды либо прибыль с того, что кто-то пришел немножко позже. Деньги идут в конкретную реализацию технологии, когда будут построены дороги, когда дороги будут приносить прибыль, тогда вот с этой прибыли запланировано 20%, например, да, вот от прибыли компании какого-либо адресного проекта идет на оплату дивидендов тех, кто принял участие в финансировании таким образом, как мы вам сегодня рассказываем по методике краудинвестинга. По поводу каких-либо подлогов и угроз со стороны конкурентов мне очень трудно сказать, потому что я не являюсь, как я вам говорил, Эдгаром Кейси, Вангой, да, то есть я даже не могу сказать, какие конкуренты могут нам что подложить, какую свинью, вот, давайте просто будем двигаться, позитивно мыслить и не бояться конкурентов. Нефтяные магнаты, ну, они много чего могут, но я не знаю, будет ли у них цель отстрелить, скажем так, 100 тысяч акционеров компании Skyway Capital, да, то есть нет ли угрозы для птиц, если скорость движения юнибуса будет 500 км в час? Есть. Если птица обладает, скажем так, губительной отвагой и хочет испытать крепость своего черепа, летя навстречу юнибусу, я думаю, есть опасность прямая. Вот. Важно, что, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, у него есть технология изготовления там струнного стекла и так далее, что стекло это выдержит. А вот с птицей, я не знаю, что за каска у него должна быть, чтобы она, скажем так, чтобы угрозы ей не было. Вы знаете, я думаю, птицы и животные, ну, достаточно умные создания, и они, как говорят, вот кошки там или еще кто-то, опасность чувствуют намного раньше, чем человек. Вот приводился простой пример, что перед каким-то землетрясением, не помню в какой стране, коты взяли, снялись и ушли из города, блин. Вот. А люди не снялись и не ушли из города. Кто-то поймал железобетонную плиту на свою голову. Поэтому говорить о птицах, ну, конечно, есть угроза. Так, какие еще есть вопросы? Заходите, будь ласка, с инвесторами. Итак, коллеги, вопросы есть еще какие-нибудь? Нет, кроме птиц, жучков, которые могут попасть, скажем так, при движении юнибуса, что-нибудь еще. Лягушек. Но лягушки, кстати, вот заметьте, вот лягушек мы точно давить не будем, потому что они не будут допрыгивать. Соответственно, дождей будет меньше. Вы знаете, да, есть примета старая, народная, там на лягушку наступил, дождь будет. А вот лягушки-то как раз таки не будут являться препятствием. Дивиденды могут же и через кабинет выплачиваться. Вы знаете, Александр, вот вы пишете, в принципе, я знаю, что вы давно инвестировали в наш проект. Как дальше будет, скажем так, взаимосвязь наших личных кабинетов с какими-то биржевыми площадками или чем-то еще? Ну, мы посмотрим. Я думаю, что-то будет, скажем так, встроено одно в другое и так далее. Вы знаете, что огромное количество людей сегодня могут получать, быть со своих акций, которыми я владею, тоже не выходя из дома. Я думаю, что-то будет у нас. На месте не стоим, над этим будут работать все время, поэтому мы будем развиваться. Итак, коллеги, если вопросов больше нет, я, наверное, с вами буду прощаться. Рекомендую настоятельно сегодня, да и в любые другие дни, быть на наших мероприятиях обучающих. Не нужно это ставить как самоцель делать, то есть, я должен быть. Если вы считаете себя, что вы много знаете и так далее, и так далее, единственное, что вы можете сделать, вы можете новых людей пригласить, а просто так, как бы, наверное, тоже нелогично, на протяжении года посещать каждый вебинар, может, даже не понимая, зачем я здесь. Вот этого тоже не надо. Хорошо? До новых встреч! Здоровья, любви и денег! Спасибо вам, Тамара Эдуардовна! Рады вас всегда видеть! Крепкого вам здоровья! Ну и успехов в делах! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова